Почему ты пришла, а не Сюмбюляга? Госпожа. Ферозе жива. Что ты сказала? Я помешала Русте Маге. Можно по-другому избавиться от неё. Ты меня вздумала учить? Что вы, госпожа. Нет, нет. Я просто хотела уберечь вас. Если Ферозе умрёт, всё наверняка выяснится. Лучше из дворца её убрать. В чём дело, Нигер? Что тебе надо? Чего ты добиваешься? Кому ты служишь теперь? Госпожа. Вы дали слово мне, что поможете мне отомстить. До этого дня я служить буду вам. Ну, хорошо. А потом? Ничего. Дальше тьма. Нигер. Да ты уже и так в глубокой тьме. Солнцу не пробиться. Явишься ещё раз. Ко мне вот так. Окажешься в вечной тьме. Госпожа. Сюмбюляга. Я же сказала, за Нигер смотри в оба. Она всё дело нам сорвала! Двойную игру, похоже, ведёт. Да, странно. Я не понял сам. Она появилась неоткуда. Зря её вернули в горе. Не навсегда. То, что мне нужно, сделает и уедет. Госпожа. Тут Ферузе Хатун к вам пришла. Она стоит там, за дверью. Ферузе, не испытывай моё терпение. Я не разрешала входить. Кто её сюда впустил? Я знаю, что вы вчера убить меня хотели. Не так ли? Хотела убить? Если бы хотела, то ты бы сейчас передо мной не стояла. Госпожа, а? Ферузе, ты что это тут делаешь? Госпожа, я очень хорошо понимаю ваше состояние. Вам больно, вы страдаете. Но я буду вынуждена защищаться. В том случае, если подобное повторится. Ты мне что, угрожаешь, Ферузе? Как ты с госпожой разговариваешь? Какая наглость, извинись. Немедленно. Я сказала, извинись. А Фефэ Хатун? Проси прощения, сейчас же. Прошу прощения. Госпожа. Простите. Субтитры делал DimaTorzok Повелитель, я благодарна вам за то, что вы приехали. Я преодолею горы и моря, чтобы только увидеть твою улыбку, Хатиджи. Приятно снова видеть вас вместе, после всего, что случилось. Надеюсь, вы все забудете и всегда будете жить счастливо. Аминь. Аминь. Мы давно не собирались всей семьей. Правда, отец? Повелитель, если вы позволите, я хотел бы преподнести госпоже подарок. Твой лик освещает подлунный мир, госпожа. Стихли дожди, и печаль прошла. Сберегу тебя в сердце своем от ненасти и бурь. Госпожа, я пришла поздравить вас. Прекрасное представление. Ты о чем? Ибрагим Паша разыграл чудесный спектакль «Ваше счастливое воссоединение». Это не спектакль, Хюрем. Никто отныне не разрушит наше счастье и наш семейный покой. Ваш любимый муж как-то сказал, глотать большой кусок лучше молчи. Уверена, эти слова были адресованы тебе. Ведь в громких фразах тебе равных нет. Как ты говорила? Сердце повелителя запечатано моей любовью. Я и сама в это верила, пока Ферузе Хатун в гореме не появилась. Ферузе сегодня есть, завтра нет. Только жестокие и недальновидные люди могли иметь глупость выставить против меня такую пустышку. Нет человека более жестокого, чем ты, Хюрем. Скольких рабынь ты погубила? Нет жестокость, госпожа. Это убить ни в чем неповинного ребенка. Вы это сделали. Нигер была тому свидетелем. Всевышний, обрекая вас на муки совести, проклял вас. В обоих мирах покоя вам нет. Нет. Хюрем, поедем, пора. Как вы пожелаете. Повелитель, вы уезжаете? Хатиджи, вы так порадовали меня этим вечером. Хочу всегда видеть вас счастливыми. Не волнуйтесь. Мы можем остаться там надолго. Подготовь все для этого. Как прикажете, госпожа. Госпожа. Симбюль, я скоро буду готова. Позаботься лучше о сборах шахзаде. Госпожа. Повелитель пожелал, чтобы собрали в дорогу только шахзаде джихангера. А как же я? Что все это значит? Мехмед? Мехримах. Они тоже поедут, госпожа. И еще... Кто еще? Говори. Ферузе Хатун поедет, госпожа. Госпожа, я принесла вашу корону. Шахзаде джихангера подготовьте. Не надо. Джихангер никуда не поедет. Мой ребенок будет там, где нахожусь я. Нам, госпожа. Вон отсюда! Пусть все выйдут вон. Идите. И ты не поедешь, Мехмед. Я всего лишь хотел бы узнать, почему. Кроме того, следи за языком и не приказывай мне, что делать. А я буду. Нет, не посмеешь. Мехмед, Мехримах! Вы, наверное, забыли, что я здесь. Простите, матушка. Что бы я такого не видела, вы не будете ругаться друг с другом из-за кого бы то ни было, включая меня. Моя луналикая девочка. Мое ясное солнышко. Еще раз проявишь неуважение к отцу, я накажу тебя. Да, но мама... Что бы ни произошло, перед тобой не просто отец, а повелитель. Никогда не забывай об этом. Иди попроси прощения. Он добр к тебе. Ну, нет. Я не позволю ему втягивать в нашу жизнь Ферузе. А при чем тут эта Ферузе? Почему мне никто ничего не рассказывает? Она фаворитка повелителя, ты что, не знал? Мехримах! Госпожа, у меня хорошие вести. Повелитель решил не брать Ферузе Хатун с собой в охотничий домик. Не зря ходила. Шахзаде, повелитель желает, чтобы только вы поехали. Вы с повелителем отправитесь в охотничий домик. Сулейман. Аллах знает, нет ценности в том, что ты покорил весь мир. Если ты не повелеваешь моим сердцем. Сегодня, глядя на эти звезды, я плачу, тоскую по твоей любви. Но я тебе клянусь, эти слезы превратятся в поток, который погубит всех моих врагов. Госпожа, повелители Шахзаде Мехмед уехали в охотничий домик. Хорошо. Ты готов, Сюмбель? Клянусь вам, я готов, госпожа. Но как же все будет? Да поможет нам Аллах. Сначала нужно от Афифы Хатун избавиться. Как же? Как быть с этим человечушкой по имени Керас? Он ведь ни на минуту не оставляет Ферузе. Где он сейчас? Он отвел Ферузе в комнату для занятий, после урока вернется за ней. Значит, он не вернется. И еще один человек. Нигер. Она самая опасная госпожа. В прошлый раз она нам палки в колеса вставляла. Она не станет играть в эти игры. Оставь ее мне. Госпожа. Подойди, Нигер. Вы хотели меня видеть? Мне сегодня нужно решить одну проблему. И я хочу, чтобы ты была рядом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Госпожа. Повелитель уехал в охотничий домик. Афифа Хатун думает, что ее хотят же султан позвала к себе во дворец. Керас Ага сейчас сидит в белеевой, связанной по рукам и ногам. Нигер, как ты видишь рядом со мной. Как ты сама понимаешь, теперь тебя защитить некому. Вы что, меня убьете? А ты в этом сомневаешься? Что ты мне недавно говорила? Если я еще когда-нибудь попытаюсь тебя убить, тогда ты будешь вынуждена защищаться. Случай представился. Субтитры создавал DimaTorzok Никто не поверит, что я покончила с собой. Все очень быстро откроется. И тогда повелитель за все заставит заплатить. Фирозе, даже если и так, ты этого уже не увидишь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Запомни, я никому ее не отдам. Поэтому, пока я оставляю тебе жизнь, ты своими глазами увидишь, как любовь, дающая мне жизнь, уничтожит тебя. Вы очень пожалеете, что не убили меня сегодня, госпожа. Если ты в себе так уверен, давай мы с тобой заключим сделку. Не сегодня, так завтра кто-то из нас проиграет. Когда придет этот день, и если проиграю я, я готова выбить этот яд. А ты, Ферозе, сможешь его выбить? Можете не сомневаться. Я напомню тебе эти слова. Госпожа! Я напомню тебе. Девушки отдыхают. Это ты мне лучше скажи, Хюрем. Что ты с ней сделала? Говори. С кем? Ты прекрасно знаешь, о ком я говорю. Отвечай же, Хюрем! Где Фирузе? Это вы все время рядом с ней? Не понимаю, почему вы меня об этом спрашиваете. Если с ней что-нибудь случилось, тогда клянусь тебе, ты за все это ответишь. Я ничего не делала, госпожа? А что случилось? Она пропала? Хюрем! Хватит мне угрожать, госпожа. Я не позволю со мной так себя вести ради какой-то рабыни на одну ночь. Это, как ты говоришь, рабыня на одну ночь фаворитка повелителя. И она с землей сравняла тебя и твою любовь. Я когда-то вам говорила, нет такой женщины на свете. Не родилась еще. Ты ее убила, верно? Нет, госпожа, я ничего не делала. Она уже была мертва, когда приехала сюда. Я в последний раз спрашиваю тебя, Хюрем. Что ты сделала с Фирузе? Об этом не меня, а Фифа Хатун спросить. Ведь ее единственная обязанность — охранять Фирузе. Я немедленно посылаю гонца. Повелитель непременно захочет узнать, что случилось с его фавориткой. Посылайте. Матушка, что такое? Я вижу улыбку на твоем лице. Неужели Фирузе здесь больше нет? Такие вопросы ни к чему, и я прошу тебя не вмешиваться, Михримах. Я пытаюсь не вмешиваться, но мне это дается с трудом. А ты успокойся. Хорошо. После приезда отца тебе надо зайти к нему. Нужно с ним поговорить. Ну, конечно. Госпожа. А Фифа Хатун. Я принесла бумаги, чтобы вы одобрили и приложили вашу печать. Что это? Здесь говорится, как организовать свадебную церемонию для Нигер. У Нигер свадьба? Ну и кто ее жених? Обеспеченный ремесленник с базара у Эдирнских ворот. И, кажется, доброго нрава. Паша будет очень огорчен. Я думала, согласно традиции, она выйдет за кого-то из высших государственных чиновников. Обстоятельства диктует этот выбор. Нам бы не хотелось, чтобы повелителю об этом стало известно. Как и о том, что случилось этой ночью. О чем ты говоришь? Ферузе Хатун... Ферузе Хатун... Я считаю, что должна принять все меры, чтобы защитить ее от любых угроз. А разве тебе кто-то не дает? Делай, что хочешь. Ты ведь считаешь, что это твоя основная обязанность? Высокая цена у наложницы. Мехримах, иди в свой покой. Матушка. Я не стану повторять. Я должна стараться быть справедливой по отношению ко всем. Так ты справедлива. Какая-то странная справедливость, Афифы Хатун. Когда я попала во дворец, я была одна. Никто не помогал, не поддерживал. Мне здесь только вредили. Ибрагим Паша, Ахадиджи Султан. Валиде, Махидевран. Я чувствовала их ненависть. А сколько раз я была на волосок от смерти, тебе это известно? Сколько я слышала оскорблений. Сколько вытерпела. Ссылки, наказания, все снесла. А чего только не говорили обо мне. Безжалостная. Бездушная. Ведьма. А при этом не вспоминали, сколько горя они причинили мне. Не вспоминал никто из них. А как только Фируза здесь появилась, решили, что мне конец. Вы сплотились вокруг нее. Для вас это наложница оружия против меня. Вы посмеялись надо мной. По-твоему, это справедливость, Афифы Хатун? Справедливость? Их-то я могу понять. Они все на меня в обиде и хотят со мной счеты свести. Но объясни, почему же и ты против меня? Как могла ты врагом не стать, хотя должна быть моей правой рукой? Я для султана Сулеймана законная супруга. Я этой династии подарила пятерых детей. По-твоему, жалкая наложница. Заслуживает большего уважения. Никогда. Как такое возможно? Какой враг? Если я в чем-то допустила неуважение, простите, но все-таки мне... Ты не должна заботиться обо мне. Или одобрять мои поступки, если я в чем-то не права. Да я и не собираюсь отдавать тебе незаконные приказы. Я лишь хочу, чтобы ты была справедливой. Если и есть на свете справедливость, то она должна относиться и ко мне. Наконец-то нам удалось добыть сведения, о которых вы просили. Госпожа... Паши, Беи, Кодиаскеры, Муфтии, иностранные послы, Агиеночары... Уверяю вас, кого здесь только нет. Да к тому же многие занимают важные посты и внутри страны, и за ее пределами. Сведения пришли к нам из надежных источников. Чудесно. Госпожа, прошу прощения за любопытство. Зачем вам понадобились эти сведения? Мне же надо понять, с кем придется иметь дело в будущем. Как известно, Ибрагим Паша скоро уйдет. Как так? Что это значит? Я этого добьюсь. Иначе ни мне, ни моим детям не будет покоя. Госпожа. Госпожа. Ну-ка, стой, 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 стой. Что тебе здесь было нужно? Ничего. Как это ничего? Ты у кого спросила разрешение покинуть дворец? Мне сказали, что... Хуриджихан Султан приболела. Вот и позвали. Ну... Ты это при чем? На то существует лекарь. Я мазь принесла, Ага. А ну говори! Что за мазь? Сюмбюля Ага. Оставь ее в покое. Госпожа. Возвращайся к своим делам. Блин, телька. Госпожа. Гельфа Мхатун. Что встряслось, Хюрен? Похоже, дело важное, если ты явилась ко мне. Я давно хотела заехать навестить вас. Но судьба распорядилась именно сегодня. Госпожа, не надо отчаиваться, иншаллах. Что? В чем дело? Хуриджихан, говорят, приболела, да не оставит ее Аллах. Кто это говорит? Она наверху играет с братом. Скорее всего, я что-то перепутал. А может, не дослышал. Что ты хотела, Хюрен? Видимо, он так и не смог забыть ее. Ты все лжешь. Отправляйтесь в мраморный павильон. Если вы мне не видите. Вас там никто не видел? Нет. Но удалось чего-то добиться. Вы велели встретиться с Пашой и постараться вновь завоевать его сердце. Кажется, Надежда и в нем не умерла. Ты думаешь? Чтобы это понять, я попросила кое о чем. Он не ответил, промолчал. Значит, какой-то уголок в его сердце я занимаю. И чем кончилось? Он уехал. Ну, раз так, прояви все свое умение, Нигер. Пусть возобновит ваши отношения. Ты можешь идти. Назлы. Хатиджа Султан никуда не поехала. Узнай, что случилось. Как прикажете, госпожа. Дорогу! Султан Сулейман, хан Хазретлири! Сулейман с возвращением. Как Джихангир себя чувствует? Сейчас хорошо, но иногда бывают боли. Жаль. А мне кажется, пора готовиться. Ведь у нас сегодня ночь четверга. Я с нетерпением нашей встречи жду. Госпожа, ваше колье. Ах, Тиджа Султан, нет каких-либо новостей? Нет, госпожа. Что же там произошло? Ладно. Сегодня мое настроение ничто не испортит. Ах! Госпожа, повелитель не может воспринять. Он не один. С кем повелитель? Кто эта женщина? Госпожа. Говори. С повелителем Фируза Хатун. О, Всевышний. К чему стремится возлюбленный? Если б я знал, он отрезал мне путь к бегству. Забрал мое сердце, мою решимость и покинул меня. О, Всевышний. Ведь он и мое существование и небытие. О, мой милосердный падишах. Если бы я знала, почему ты так жесток, и отчего твое сердце обратилось в камень. О, Всевышний, услышит ли возлюбленный этот, словно пробившийся сквозь туман, глухой звук? Достигнут ли его слуха мои крики отчаяния? Услышит ли он мои издинания, если бы знать? О, Всевышний, откуда эта слабость? Что за пелена застилает мне очи? Ведь ты для меня все. И мельчайшая частица, и весь мир, ты. В каждом мгновении, наполненном словами или молчанием, живет твоя любовь, твои мечты. И хлеб насущный мой, ты. И время мое, ты. Субтитры создавал DimaTorzok О, Всевышний! Где же пристанище для моего тела? Где пристанище для моей души и моего сердца? О, Аллах! Где моя семья? Где мои близкие? Я одна в этом грязном мире, наедине со своими слезами. О, Моё сердце! Ты словно живешь на чужбине. Ибо ты изгнанная из родного края. О, Всевышний! Не может мрак темной ночи сравниться с солнечными лучами света моего дня. Не может осень с каменным сердцем прийти на смену моей весне. О, Мои губы, молчащие о моих чувствах и моей правде. Пришла пора вам навеки замолчать. Госпожа, что это вы задумали? Как вы можете наложить на себя руки? Придите в себя, госпожа. У вас пятеро детей. Неужели вы можете их бросить и уйти? Госпожа, госпожа, я здесь, госпожа, я с вами. Госпожа, прошлой ночью вы, должно быть, огорчились. Вам пришлось под дверью остаться. Мы заключили с вами договор. Вы говорили, если окажется, что любви на которую была надежда нет, то останется только одно – выпить яд. Верно. Говорила. Я помню. Я забрала у вас ночь четверга. Это доказательство того, что вашей любви конец. Да, это случилось. Но только ты кое о чем умолчала. Не будь этого. Тогда я согласилась бы с твоей победой. Все было, как я сказала. Не пытайся кого-то обмануть, девушка. Повелитель этой ночью отослал тебя обратно в твою комнату. Вы напрасно расстраивайтесь, госпожа. Ведь нет никаких причин вам губить себя. Знаете, повелитель Феруза Хатун в своих покоях не оставил. Скажи мне правду. Я и говорю правду, госпожа. Сразу же после того, как вы ушли, он ее отослал. Они не были вместе. Ну и что это меняет? Я была у повелителя этой ночью. Он ведь позвал меня, а не вас. Намного важнее остаться у повелителя. Не всякое это сможет. Не спешите радоваться. Я уверена в своей победе. У нас впереди еще много четвергов. У меня нет времени слушать тебя. Ты слишком много болтаешь. Субтитры создавал DimaTorzok